Сельскохозяйственное производство с патриотическим названием «За родину, семейный подряд, братьев Кикенадзе». Продукция, выращенная здесь, в открытом грунте, продается в раменских магазинах и по всей стране. Ареал нашего обитания от Питера до Нижневартовска, он так и продолжается. Крестьянское фермерское хозяйство занимается выращиванием овощей и зелени. Одна только салатная группа насчитывает порядка десяти наименований. У нас посадок каждую неделю две происходит. И так будет происходить до начала августа. Мы продолжаем сажать то, с чего начали. Салатная группа, в основном айсберг, романа и красная, лола-росса называется. Расширена и капустная группа – брюссельская, совойская, цветная и белокочанная. Основная задача Агросоюза «За родину» – накормить население качественной и полезной продукцией. Это сельдерей черешковый. Очень полезная штука, особенно для мужского населения. Будете хорошо выглядеть до старости и иметь детородную функцию. На погрузке очередная партия салата «Айсберг». За один сезон «Агросоюз» производит полторы тысячи тонн данной культуры. Очень вкусный. Можете попробовать. Из него готовится очень большое количество блюд. Наверное, больше пятиста наименований существует. Различных видов салатов, нарезок различных. Даже можно его пожарить на сливочном масле. Очень вкусно. Он разрезается на четыре части, кладется на сковородку обратной стороной. И получается очень вкусное блюдо. Можно просто даже его съесть целым. Иногда вот просто я на поле захожу, срезаю и ем. Романна, Лола Росса, Лола Бионда, Ботавия, Фенхель, Сельдерей, Черешковый, Лук-Порей. Всего фермерское хозяйство «За Родину» производит порядка трех тысяч тонн продукции за один сезон. А начинается он 1 марта, когда в теплице высаживают рассаду будущих культур. Среди новых направлений хозяйства можно отметить выращивание рукколы и шпината. Очень нежная, которая требует быстрых каких-то решений. Вот у нас есть хороший комбайн, он срезает, и мы буквально там за секунды доставляем эту продукцию в холодильник, для того, чтобы она не испортилась. В дальнейшем думаем о каком-то расширении ассортимента в плане бэби-лифов. К ним относятся рукколы, шпинат, мангольт. Есть у нас сейчас предложение от партнеров попробовать, например, крест-салат. Ну, это как бы так, задумки. На 120 гектарах земли трудится более 70 человек. Работает специализированная техника, тракторы, комбайны. Выращивание сельскохозяйственной продукции, востребованной на рынке, требует больших затрат, материальных и физических. Это не тот предмет приложения сил, где заранее все рассчитал, потому что тут столько всяких превходящих вещей. Тут без души и терпения, и понятие, что ты должен поделиться с Богом по ладороди, это точно не обойдется. Екатерина Фролова, Игорь Чернышев и Егор Кабанов для программы Городские вести.